Свыше 200 услуг предлагают жителям МФЦ. Ежедневно туда поступают звонки, смс за консультацией. И все равно работает центр недовольный. Так Анастасия не смогла оформить прописку. Собиралась прописаться в дом своей бабушки. Трижды пришлось прийти в МФЦ с интервалом в 2-3 недели. И прописку я в итоге в МФЦ так и не получила. Каждый раз была разная причина для отказа. При первом обращении ей сказали принести генеральную доверенность. После оказалось, что требуемый формат не принимает уже несколько лет. Доверенность на бабушку не помогла. О еще одной причине девушка узнала, уже собрав первоначальные документы. Чтобы мне прописаться, мне нужно спросить разрешение у своих соседей, которые живут за стенкой. То есть, почему опять же это не вскрылось сразу, то есть при первом же нашем посещении, да? Проблемы есть и у риэлторов. Представляете, то есть я своему клиенту должна сказать, который хочет всегда выйти на сделку здесь и сейчас. Слушай, подожди, до 4 марта в МФЦ нет свободных. Полный? Да. Нет записи. Соответственно, я звоню в Росреестр и тут же меня записывают на сделку. У меня сделка завтра, понедельник, во вторник сделка. Меня без всяких проблем записывают на сделку. Куда я пойду? Конечно, я пойду в Росреестр. Одна из причин этого текучка кадров объясняют в МФЦ. Новые сотрудники не готовы сразу к такому наплыву информации, но заверяют в Центре работу над этим ведут. Ежемесячно, несколько раз в месяц приходят представители органов власти. Мы обучаем, то есть мы наших сотрудников постоянно поддерживаем в тонусе, в таком правовом, да? Постоянно повышаем, ну, как бы, багаж знаний наших сотрудников. Администрация МФЦ советует перед приемом проконсультироваться онлайн в социальных сетях или позвонить. Но поможет ли решить проблему потери времени? Вопрос открытый. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.